Узбекистан шестой по величине производитель хлопка в мире, но в 2010 узбекскому хлопку был объявлен международный бойкот, так как еще с советских времен более двух миллионов человек, включая детей, каждый год были вынуждены выходить на поля собирать урожай. В результате реформ в стране в 2022 бойкот был отменен. Каковы теперь перспективы хлопковой промышленности Узбекистана? Это сбор урожая в Ферганской области. Заработок сборщиц, многие из которых живут в поселке неподалеку, зависит от веса собранного ими хлопка. Вулчихра Арипова говорит, что получает до 500 долларов в месяц. В прошлом производство хлопка было под контролем государства, которое устанавливало годовой план. Самым простым способом добиться его выполнения был бесплатный принудительный труд на сборе урожая. Угульнос Мамарасулова в студенческие годы тоже была вынуждена собирать хлопок. Позже она вошла в число тех, кто помогал картон-кампейн, которая ввела международный бойкот. Всемирный банк смог мобилизовать международное финансирование, в том числе из ЕС и США, на масштабный мониторинг. Every year, with ILO, we carried out a third-party monitoring of the harvest in the fields, but also through phone calls and interviews. The last one in 2021 reached out 11,000 respondents all across Uzbekistan and concluded that the evidence was that forced labor had been eliminated. The wages of cotton pickers went up dramatically, investments went up, and currently Uzbekistan has regained status for export. Реформы помогли сборщикам хлопка и фермерам. В рамках реформ отрасли в Узбекистане было создано 130 частных хлопковых кластеров. Global Textile в Ферганской области был в числе первых. Фермеры продают свой хлопок кластерам, которые перерабатывают его для экспорта. Современные технологии, инновации, контроль качества во главе угла. Это наша центральная лаборатория, где мы проверяем наш хлопок на многие параметры. Все эти параметры передаются на наши производственные линии, на наши станки, которые реагируют и, естественно, перестраиваются, чтобы в конце произвести хорошие, стабильные, качественные продукты. Две стороны – это стратегический, архиважный момент, что отменили бойкот, и мы получили доступ к мировым рынкам. Наша стратегия из высококачественного нашего сырья – производить высококачественные трикотажные ткани. И, естественно, продавать и поставлять на весь мировой текстильный рынок. И получить свою нишу, свое место в этом направлении. В период бойкота экспорт узбекского текстиля составлял сотни миллионов долларов в год. В 2022-м эта цифра превысила 3 миллиарда. Мы получили рынок со снятием бойкота и все косвенные выигрыши от этого. Мы смогли увеличивать экспорт. Соответственно, приток инвестиций в нашу страну стал увеличиваться. Это, само собой, тянуло создание новых рабочих мест, особенно в отдаленной сельской местности. Это делало привлекательным работу в Узбекистане в целом. Это творение из узбекского хлопка дизайнера Лолы Сайфи. Созданная ею Human House Gallery объединяет творческих людей всей страны. Отмена бойкота для узбекистанцев – это очень важный момент. Я понимаю, что у меня будет намного больше возможностей для творчества, намного больше возможностей одеть людей. В стране надеются, что хлопковое изделие с лейблом сделано в Узбекистане. Скоро узнает весь мир.